Особое мнение. И это история двухмесячной давности, да? Да, это конец марта. 22 марта господин Жириновский выступал в эфире телеканала «Россия-1». Перед этим были страшные теракты в Брюсселе. И заявил публично, что нам они выгодны, пусть их убивают, пусть они погибают. На мой взгляд, а я консультируюсь в том числе и с юристами, это в чистом виде то, что называется статья 205.2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Публичное оправдание терроризма». И мне казалось, что такого рода вещи с рук сходить не должны ни в коем случае. Я написал в Следственный комитет, попросил провести проверку, привлечь господина Жириновского, поставить опрос о лишении его депутатской неприкосновенности. Ну а как иначе, Таня? Вот у нас же с утра до вечера говорят о том, что надо беспощадно бороться с терроризмом, что нельзя его оправдывать. Ну вы среагировали как сознательный гражданин. Абсолютно. Вот получил ответ, что он прекрасный, который лежит перед вами в том числе, где написано, что Главное следственное управление по Москве, оно не усматривает признаков совершения преступления. Никаких. Вот хочется спросить у Следственного комитета, который с широко закрытыми глазами посмотрел на заявление господина Жириновского. Что еще он должен сказать, чтобы они эти признаки бы усмотрели? Вот давайте, Таня, поставим мысленный эксперимент. Вот не дай бог, представим себе, что теракт случился в нашей стране. И вот какой-нибудь западный политик, а тем более лидер парламентской партии, вслух говорит то же самое про эти теракты, что говорит господин Жириновский. У вас есть сомнения, что ближайшие дня три на федеральных телеканалах это была бы главная тема? Конечно. Вот оно свидетельство того, как европейские политики придерживаются двойных стандартов, как они делят террористов на хороших и плохих, как они радуются терактам в России. Опять же, я с ужасом отношусь к перспективе терактов в России. Мы, к сожалению, их видели в нашей стране. И, на мой взгляд, никакое оправдание терроризму абсолютно невозможно. Но когда лидер нашей парламентской партии позволяет себе делать это публично, он должен быть привлечен к ответственности. Но мы же видим, что привлекать его к ответственности абсолютно не хотят. Это вот хорошо известный принцип. Когда-то, так, по-моему, американцы говорили про некруганского диктатора Самосу, что да, это сукин сын, но это наш сукин сын. Так вот, когда по принципу «наш сукин сын» оцениваются действия тех или иных граждан, это вот те самые двойные стандарты. У нас же обожают упрекать Запад двойных стандартов. Да, наверняка они там встречаются. Но давайте сперва на себя оборотимся. Посмотрим у нас-то как с двойными стандарты. Вот это письмо – это прямое доказательство тех самых двойных стандартов. Что, смотрите, они же там переправляют дальше это в МВД. Пусть они проведут оперативно-розыскные мероприятия. То есть история как бы не закончена. Слушайте, у меня смех разбирает. Какие нужны оперативно-розыскные мероприятия, когда господин Ж сказал это публично в эфире одного из главных телеканалов страны. Что там еще разыскивать? Ну, Борис Лазович, согласитесь, это стандартная формулировка. Не совсем. Потому что по Уголовно-процессуальному кодексу уголовные дела по статье 205.2 возбуждает Следственный комитет, а не МВД. МВД – это просто потому, что потом дать какую-то отмазку. Мы провели мероприятие, нашли запись передачи. Ну и все на том. То есть понятно, что дело хотят спустить на тормозах. И Жирику сойдет с рук, как ему сходят с рук все остальное. Ведь если проанализировать вообще его публичные выступления, на мой взгляд, там очень просто усмотреть признаки уголовной статьи о публичных призывах к разжиганию агрессивной войны. Он же все время нам рассказывает, как надо тех бомбить, всеми воевать, тех уничтожить. И все к этому относятся к какому-то безвредному клоунству. Но это все абсолютно не безвредно. Потому что это все это, это вот те самые зубы дракона, которые дают потом ядовитые всходы. Вы что-то будете предпринимать дальше? Без сомнения, я обжалую этот ответ. Я напишу еще раз господину Бастрыкину. Если понадобится, я обжалую его в судебном порядке, на что имею право. И он абсолютно не устраивает. Я буду настаивать на том, чтобы господин Жириновский был привлечен к установленной законам ответственности. И смотрите, Тань, у нас вот совсем недавно, в очередной раз, был принят очередной антитеррористический пакет имени госпожи Яровой с резким усилением ответственности по куче статей. Ограничение выезда россиян за... Ну, я бы ничего не вызвал, сейчас об этом поговорим, конечно, но, в принципе, с усилением ответственности по всем, как бы, антиэкстремистским, антитеррористическим статьям. Я уверен, то есть, собственно, об этом не уверен, я это знаю, что господин Жириновский саморадостно, я думаю, за это голосовал. За это усиление ответственности. И что теперь? Человек, голосующий за усиление ответственности, в том числе за оправдание терроризма, сам безнаказанно оправдывает терроризм. Как это называется? Ну, понимаете, тут у нас же некоторые люди имеют некий иммунитет, да? Поэтому, может быть, на господина Жириновского, то есть, есть люди, на которых законы распространяются, и есть, например, Жириновский. Вот это нам показывает, что есть люди, на которых законы не распространяются, в отношении которых суровость российских законов смягчается их неисполнением, как у Салтыкова Щедрина. Но вот пока так будет происходить, давайте не мечтать о правом государстве. А потом, глядя на безнаказанность господина Жириновского, эти другие будут действовать совершенно так же. Вы согласны, надеюсь, со мной? Конечно. Ну, давайте к истории с законом Яровой, в частности, вот действительно борьба с терроризмом и ограничение выезда россиян за рубеж. Может быть, вы поясните мне, какая связь между этим? Никакой. Это вообще не борьба с терроризмом, это исключительно борьба с инакомыслием и борьба с оппозицией. Вот смотрите, что можно будет сделать с любым человеком, в том числе и с вами, и со мной. Существует такой странный институт вынесения предостережений ФСБ. Что-то типа профилактики. Что вот гражданина предупреждают, что есть сведения о том, что он там устно, письменно или в иной форме выражал намерение совершить какое-то преступление террористической или экстремистской направленности. Откуда взялись эти сведения, с какой стати, неизвестно. При этом подчеркивается, что делается, когда нет оснований привлекать к уголовной ответственности, когда нет возбужденного уголовного дела. То есть, кому-то что-то почудилось, кому-то что-то послушалось. То есть, просто на карандаш взяли, да? Да, взяли на карандаш, кого-то в чем-то заподозрили, направили бумажку. Но сегодняшний день, пока, эта бумажка не имеет никакой силы абсолютно. Но, если этот антитеррористический пакет будет принят, а почти наверняка это произойдет, то, получив такое предостережение, гражданин лишается на пять лет права выезда за границу. Так немножечко. Это как вообще называется? При этом, выражение намерений в письменной, устной или иной форме, это настолько обтекаемая формулировка, что даже если какой-то гражданин, публично, например, узнав о каком-то ненравящемся ему решении правительства, скажет в сердцах, да чтобы они сдохли, его это уже можно обвинить в том, что он намерялся совершить террористический ад. Я, может быть, чуть-чуть утрирую, но, поверьте, совсем ненамного. Потому что вот ровно такие вещи уже были в том числе и в сталинские времена. Если почитать воспоминания о тех годах, то абсолютно как бы невинные, хотя эмоциональные высказывания мгновенно трактовались как антисоветская деятельность, как контрреволюционная деятельность. Людей сажали там по 58-й статье на долгие годы. Вот мы, по-моему, уверенно идем ровно к этому. При этом это абсолютно неконституционное подчеркиваю, потому что Конституция Российской Федерации, пока еще в этой части неизмененная, она дает каждому гражданину право свободно и беспрепятственно выезжать из своей страны и возвращаться в нее. Причем тут ограничение выезда за границу. Что это преступник, уличенный в чем-то, осужденный за преступление? Нет. Это человек, в отношении которого спецслужбам что-то померещилось. Или на которого донесли. Тоже вполне может быть. Написали на кого-то донос. Зачем это нужно государству? Чтобы страх посеять? Это нужно для того, чтобы люди боялись свободно говорить то, что они думают, свободно писать то, что они думают, оставлять записи в социальных сетях, ставить лайки, репосты, оставлять комментарии. Вот они всего этого будут бояться. Не дай бог скажешь лишнее слово, оно немедленно будет обернуто против тебя. Вот все, что вы написали в Фейсбуке, ВКонтакте, написали в комментариях, сказали даже вслух в компании, все это может быть использовано против вас. Это абсолютно полицейские методы, это абсолютно репрессивная политика, и направлено только на одно, чтобы граждане еще больше боялись протестовать, боялись не соглашаться с властью, и исключительно занимались одобрямцем. Вот пока ты одобряешь, пока тебе нравится все, что делает власть, ты вслух об этом говоришь, у тебя все будет хорошо, вякнешь что-нибудь неправильное, получишь предостережение. При этом, обращая ваше внимание и внимание наших слушателей на то, что тем же антитеррористическим пакетом введена отдельно, впервые за долгие годы, ответственность уголовная за недоносительство. Это просто, простите, закон Павлика Морозова. Нет, Павлик там отец, а тут на отца можно не доносить пока, во всяком случае. Нет, минуточку, в данном случае вводится ответственность за несообщение о готовящемся преступлении. Вот вы знали, что преступление готовится, вы услышали, что кто-то сказал, да чтобы они провалились там все в правительстве, и на него тут же не донесли, вместе с ним пойдете по этапу. Но наша страна славится неисполнением законов, и всегда находятся какие-то уловки для того, чтобы этот закон не соблюдать. И как бы все знают об этом. Вот что касается этого закона, ваши прогнозы... Он избирательно будет соблюдаться. К таким, как Жириновский, конечно, его не будут применять, его сторонники. К тем, кто полезен власти, конечно, не будут. Вот смотрите, у нас тут по городу шатается такая, простите, политическая шушера под названием НОД, имени депутата Федорова. Что они нам рассказывают? Они нам рассказывают, что у нас власть находится под управлением Госдепартамента, они нам рассказывают, что надо отменить статью Конституции о приоритете международного права над национальным, то есть покушаются на основу конституционного строя, они нападают на гражданских активистов, они совершают, на мой взгляд, совершенно экстремистские действия, и ничего, с ними все хорошо. Мы с коллегой Александровой Коблинским написали недавно письмо с требованием их проверить на экстремизм. Да, кстати, есть ответ? Пока ответа нет. Мне очень интересно, какой он будет. Нет, конечно, я боюсь, что ответ будет похожим на Жириновского, что там ничего не усмотрят. В то же время, если бы оппозиционные активисты позволили бы себе десятую часть того, что позволяет себе это шушера, это хулиганье политическое, уверяю вас, уголовное дело не замедлило бы последовать. Просто тут же. Вот я боюсь как раз такого, избирать от применения законов в отношении оппозиции, в отношении гражданских активистов, в отношении всех, кому будет не нравиться то, что делает наша власть. Собственно, для этого, на мой взгляд, все и задумано. Вот это непрерывное ужесточение ответственности, непрерывное расширение понятия экстремизм до абсолютно безбрежных пределов. На самом деле, как мне представляется, вот, все антиэкстремистское законодательство должно быть отменено. Что может остаться и должно остаться? То, что соответствует международным пактам, фатифицированным Российской Федерацией. То, что запрещено прямо Конституцией. Ответственность за разжигание межнациональной, расовой, религиозной вражи. Но здесь тоже могут быть трактовки, понимаете, что что-то будет казаться разжиганием, а что-то не будет казаться разжиганием, понимаете. Вопрос же, как ты повернешь. Тань, я согласен, что вопрос трактовок, но, значит, в данном случае нужно добиваться нормальных трактовок и нормального правосудия. А вот все остальное, что у нас сегодня подведено под понятие экстремизм, на мой взгляд, к нему никакого отношения не имеет. Вообще нет аналогий в праве других стран. Нет такого понятия там, как экстремизм. Если речь идет о терроризме, это отдельные статьи. Совершение террористических актов, подготовка к терактам. Но у нас экстремизм, давайте совсем просто, это если ты выступаешь против власти. Вот власть тебе не нравится, ты протестуешь, ты не согласен с своими действиями, значит, ты экстремист. Именно в этих целях у нас непрерывно развивается, усиливается и совершенствуется, в кавычках, так называемое антиэкстремистское законодательство. Чтобы бороться не с террористами, не с теми, кто разжигает расовую, национальную, религиозную, социальную вражду, а с обычными гражданами и с политическими, гражданскими активистами, которым не нравится то, что происходит в стране. Но мы сейчас говорим о гражданах, а как вот этот закон, если его примут, будет распространяться на средства массовой информации? Потому что вот только что мы похоронили РПК, можно сказать, да? И а что будет дальше? Как вообще средства массовой информации согласны с этим законом? Я боюсь, что вы будете с нами, я имею в данном случае, с аппозиционными политиками тут в одной связке. Но мы же не аппозиционеры, средства массовой информации. Конечно, но все делать для того, чтобы вы так же боялись свободно говорить то, что вы думаете. Что вы боялись высказывать своему мнению, что вы боялись приглашать в эфир политиков, которые могут высказать какую-то оппозиционную протестную точку зрения. Потому что в случае чего вы пойдете по той же статье, или как соучастники, или как те, кто не донес тут же. Помните, вот старый был анекдот советских еще времен о том, как человек говорил, что вот сидели ночью в компании, травили анекдоты политические. Я, говорит, прямо ночью поленился бежать доносить, утром меня уже взяли. Вот очень мне не хочется возвращения этих времен, но, может, все это сейчас свидетельство такого государственного страха. Вот по-настоящему сильная государство, на все рассказывают, что сильная власть, оно не боится народных возмущений, оно не боится критики, оно не боится оппозиции. Она знает, что она делает все правильно, и что любая критика на самом деле только идет ей на пользу. А слабая власть, она этого всего боится, она непрерывно закручивает гайки, и как раз она и объявляет экстремизмом и чуть не терроризмом любые выступления против себя. Кстати, хочу напомнить нашим слушателям, что еще года два назад ответственность за нарушение во время публичных акций фактически была уже усилена до уровня ответственности за терроризм. То есть протестующих, по сути дела, приорвняли к террористам, по тяжести будущего наказания. Ну, все-таки к истории с РБК... Печальная история с РБК... Печальная история. Песков сказал, что никакого политического контекста эта история не имеет. То есть он кратко ответил нет. Ваши прогнозы... Сейчас ушли руководители, да? Что станет с редакцией? Уйдут ли эти люди, которые там работали? Насколько я знаю, люди из этой замечательной редакции, я очень уважаю РБК, они сказали, что они там работают до первой снятой публикации. Боюсь, что это не замедлит последовать. Ведь понятно же, что все это делалось не для того, чтобы люди остались и продолжали делать то же, что и делали. Что касается заявлений господина Пескова, знаете, во-первых, я привык интерпретировать их прям противоположным образом, нежели он говорит. Если Песков говорит, что мы тут ни при чем, значит, может быть, уверены, что мы очень даже при чем. Во-вторых, а что вы от него ждали? Что он скажет, да, знаете, вот нам это не нравилось, поэтому мы на них надавили и сделали так, чтобы ушло их руководство. То есть совершил такую явку с повинной. Неужели кто-то в здравом и ясной памяти ожидал от господина Пескова подобных признаний? У него профессия такая, его задача перед ним поставленная, это профессионально врать о том, что делает власть, ее отмазывать и изображать дело прям противоположным образом. Ну, а вот такая у человека, он за нее деньги получает. По-моему, 30 июня будет названо имя нового главы РБК. Вот для вас принципиально имеет значение, какое это будет имя? Вдруг это будет человек, которому вы бесконечно уважаете и доверяете, и все будет не так страшно и плохо? Знаете, давайте посмотрим, что будет делать РБК. Я думаю, что они для того с ними расправлялись, чтобы поставить во главе РБК бесконечно уважаемого человека, и чтобы они продолжали делать то, что и делали до этого. Вот есть у меня огромные сомнения. Потом, знаете, есть большой политический опыт. 15 лет назад, вот ровно 15 лет назад практически, я был в Петербурге одним из ведущих митингов защиты НТВ на Троицкой площади. Собралось около 7 тысяч человек. Огромный митинг. И мы тогда ведь понимали, для чего уничтожают НТВ. Ну, к чему пришло НТВ? Сегодня мы видим все эти анатомии протеста, теракты с предоплатой и прочие фильмы о том, как у нас оппозиция финансируется за рубежа, как она содействует террористам, как все это оплачено. И вообще наши оппозиционеры – это люди, по которым плачет тюрьма и прочее, и прочее, и прочее. Потом то же самое происходило с другими СМИ. Мы видим, что произошло с газетой РУ, что произошло с лентой РУ. Мы видим, как меняются СМИ еще вчера, объективные, интересные и уважаемые, как сегодня они превращаются в одну какому-нибудь условную правду.ру или другие кремлевские сайты. И это очень печально. У меня нет больших иллюзий по поводу РБК, но что меня внушает, все-таки определенный оптимизм, что профессиональные, замечательные журналисты, которые там работали, пока еще работают, я думаю, они будут востребованы так или иначе. Все-таки не все еще задушено. Вопрос где? Не придется им переквалифицироваться и уйти из журналистов? Может быть, им придется создавать какое-то другое СМИ. Знаете, сейчас, пока еще не запретили интернет, слава богу, можно что-то делать, можно создавать новые СМИ, там новые информагентства, новые интернет-сайты. Я думаю, что все-таки что-то будет создано, где найдут себе применение коллеги из РБК. Я говорю, коллеги, потому что я сам, все-таки, кроме того, что политика, еще профессиональный журналист, меня никто не лишал статуса обозревателя новой газеты. Ну, вот Вы вспомнили митинг по поводу НТВ 15 лет назад. Это действительно было событие в городе, можно сказать. И пятничные, одиночные пикеты, поскольку митинг это невозможно сейчас, но сравните, что было 15 лет и сколько человек сейчас вышли. Это говорит, это ставит какой-то диагноз нашему обществу? Это говорит о том, что в обществе, конечно, очень сильно распространены скепсис и уныние. И вера в то, что очень трудно что-то изменить. Но пока есть островки свободы, на одном из которых я сейчас имею честь выступать, не все потеряно. Знаете, в советские времена и этого не было. Однако, как только хотя бы минимальная гласность проникла на телеэкран, Советская империя стала рушиться, потому что она вся была построена на цементе лжи. Вот только ложь скрепляла эту империю. Как только граждане услышали альтернативную точку зрения, так сразу им стало понятно, сколько убогих коммунистические вожди. И мы знаем, что потом произошло с Советской империей. Сегодня день рождения Галины Старовойтовой. Ей бы исполнилось бы 70 лет. Да, действительно, когда была Галина Старовойтова жива, то это была совсем другая страна. И вот вроде бы следствие продолжается, вроде бы кого-то уже посадили, но главное имя до сих пор не названо. Заказчики так и не названы, заказчики, организаторы. Значит, не только Галина Васильевна Старовойтова, касается которой я был очень хорошо знаком, ее безмерно уважал. Вот после ее убийства я был одним из тех, кто стоял в пикетах на Ярском проспекте. Сейчас прервемся, потом начнем именно с этого. Да. Особое мнение. 11.34. Борис Лазович рассказывает историю своей жизни. Переходим мы к новостям, которые нас периодически удивляют. И вот всклыхнул всех отельеров, в том числе и людей, которые держат хостелы. История о том, что хостелы могут оказаться в нашей стране под запретом. Ваши комментарии на эту тему. Знаете, Таня, я выскажу, может быть, не очень популярную точку зрения, но основанную на моей депутатской практике. Я депутат от Центрального района Петербурга. Исторический центр. И я постоянно получаю жалобы от граждан на вот как раз эти самые хостелы, мини-отели, отели однодневного содержания в жилых домах. Это создает для граждан огромные неудобства. Шум, гамм, беспокойство, табачный дым и все прочее, и все вытекающие из этого последствия. Я веду оживленную переписку, в том числе с полицией, о том, чтобы все это не нарушало нормальных условий жизни граждан. Вот последняя моя история, это вот Поварской переулок 11, где мало того, что у людей в подвале, во дворе ночной клуб и бар, которые постоянно отравляют им жизнь, но теперь еще и на втором этаже там собираются организовывать вот хостел в выкупленной квартире, и люди просто в ужасе. Они этого не хотят, им это мешает жить, вот реально. Поэтому это тот случай, когда я бы не спешил бы осуждать принятый Думы закон, потому что, повторяю, моя личная практика, практика обращения ко мне жителей центра города, сверчиваясь о том, что им это крайне неудобно. Но, может быть, стоит разобраться в каждом конкретном случае, а то вы сейчас действуете как наше правительство. Нашли какое-то антизаконие и решаете все запретить. Во-первых, я и разбираюсь отдельно в каждом конкретном случае. Во-вторых, да, я понимаю, что необходимы дешевые, в том числе и мини-отели. Но, наверное, надо думать о том, как это легализовывать. Может быть, нужна отдельная глава, скажем, в жилищном кодексе, где говорилось бы о том, при каких условиях, как можно в рамках жилого дома организовать такой мини-отель, как надо это согласовывать с другими собственниками в этом доме, как надо согласовывать это с ЦСЖ, с Советом дома, как это должно быть устроено. Потому что даже мини-отель – это все-таки довольно серьезное неудобство для граждан и довольно серьезные требования по его организации. Смотрите, я не отельер, но я вот жил как-то, например, в Вене в таком мини-отеле. Там абсолютно отдельный вход, отдельная лестница. Это полностью изолировано от жилой части дома. Это не создает никому неудобств. У нас же, как мы видим, все совершенно иначе. Находится коммерсант, который выкупает, условно говоря, какую-то большую коммунальную квартиру, быстренько превращает ее в набор комнат, объявляет это хостелем или мини-отелем, а дальше начинаются все неприятности для граждан, которые мы наблюдаем. Может быть, тотальный запрет и не нужен, но уж точно, что нужно – это довольно жесткое регулирование этой сферы. Потому что, повторяю, жалоб очень много. Это не единичные случаи. Вот все четыре с половиной года своей депутатской деятельности я получаю такие жалобы от людей. Это реальность, это не выдумки, это не страшилки. Это реальная жизнь в центре нашего города. А я должен защищать граждан, чьи права нарушаются, которым мешают все нормально жить. Ну, посмотрим. Ательера Петербурга собирается писать письмо президенту. И эта история наверняка еще пока не закончилась. Таня, вот пусть наши уважаемые ательеры, я говорю, с уважением отношусь к любому бизнесу, скажут, а как надо сделать, чтобы и возможность для проживания людей в недорогих номерах сохранялась, и чтобы это не мешало жить остальным. Потому что, как известно, необходимо, чтобы не нарушались права ни тех, ни других. Да, но ваше предложение о том, чтобы сделать отели, это займет много времени. А где будут жить гости нашей страны, которые не могут себе позволить фишнебельные отели? Знаете, Таня, я бы, честно говоря, все-таки в силу, в том числе, в силу статуса и того, что я представляю жителей города, больше заботился не о том, где будут жить гости, надо, конечно, решать, а о том, чтобы это не мешало жить постоянным жителям города Петербурга. — Ну, посмотрим, что будет с хостелами и мини-отелями. Ваше еще одно письмо, которое вы адресовали ректору Горного университета Владимиру Литвиненко, и вы его опубликовали у себя на странице в Фейсбуке, и уже передали это письмо, да? — Да, оно сегодня отправлено. Меня совершенно взбесила история, когда, во-первых, специальная комиссия в Горном отказалась лишить ученую степени, там, главу нашего комитета финансового контроля, господина Жукова, у которого там больше половины заимствовали в диссертации, ну, это, в конце концов, неприятно, но не мерзко. А вот то, что глава этой комиссии, профессор Горного университета, господин Недостекин, написал, комментирую все это у себя в ЖЖ, что я даже цитировать тут не хочу в эфире, это, на мой взгляд, такая антисемитская гнусность. На мой взгляд, это вот ровно то, что Конституция рассматривает, как разжигание национальной религиозной вражды. И я спрашиваю ректора Горного, господина Литвиненко, вот, Владимир Стефанович, это вот нормально, что люди с такими взглядами преподают у вас в университете? Нормально ли, что у вас в университете придут люди, которые публично управляют выражения типа «либеральная сволочь» и «вашингтонский обком», при этом на сайте Горного университета, вот, зайдите, посмотрите, там все это открывается, замечает такой цитатой господина ректора о том, что Горный – это вот среда, где воспитываются настоящие русские интеллигенты с высокой морально-нравственной культурой, с порядочностью, с благородством души. И, знаете, вот как почитаешь запись ЖЖ профессора Недосекина, как-то не возникает ощущения, что это настоящий русский интеллигент. Если господин ректор считает, что так и должен выражаться настоящий русский интеллигент с благородной душой и высоким морально-нравственным принципом, значит, у нас с ним какие-то разные представления о русской интеллигенции, о нравственности. Кстати, вот, в общем, настоящая русская интеллигенция еще в царские времена и вообще во времена потом и государства антисемитизма у нас в стране никогда себе такого не позволяло. В принципе. Ну, видимо, господин Недосекин имеет какие-то иные представления русской интеллигенции о том, что можно, а чему нельзя. Но если такой персонаж преподает в университете, очень хочется понять, как ректор это оценит. Считает ли он нормальным? Пусть он мне ответит, я с интересом буду ждать его ответа. Засекайте время. Вопрос, через какое количество времени вам ответят? Надеюсь, что через месяц хотя бы ответят. И мы об этом, конечно же, сообщим, что ответят. А что будет с историей вашего коллеги, депутата Натяга? Вчера буквально было очередное заседание, и принято решение оставить его под стражей. Версий много. Какие показания дает депутат Натяга, неизвестно никому. Но, тем не менее, во-первых, карьера депутата Натяга, на ваш взгляд, подошла к концу. И чьи еще могут головы полететь вместе с ним? Да не знаю. Я единственное, на что тут надеюсь, это на объективное расследование. Сейчас там все покрыто завесой следственной тайны. Мы ничего практически не знаем. Адвокаты, насколько я знаю, нам дали какую-то подписку о неразглашении. Мы не знаем альтернативных объяснений со стороны защиты, что, собственно, это было. Как у человека оказались в кармане деньги. Вот действительно ли это взятка. Если нет, то что это такое? Я единственное, что могу сказать, что мы имеем такой печальный опыт взаимодействия с Ильичем Натягом, которого в 2012 году пришлось вместе с Ольгой Галкиной и Максимом Резниковым исключать из партии, потому что мандат Вячеслав Ануфьевич, он ворованный. То есть он взял чужой мандат, согласился его взять. Мандат должен принадлежать Александру Беляеву, бывшему председателю Ленсовета. Это давно доказано тем, что были изменены результаты голосования. На сайте держевора.орг очень наглядно все это изображено. Он согласился взять ворованный мандат, отказался его отдавать. Сказал, это мое, не думайте, что я это верну. Поэтому у моих коллег из Яблока, скажем так, нет просто оснований в данной ситуации как-то за него поручаться и чего-то утверждать. Но, второе, мы придерживаемся презумпции невиновности, поэтому посмотрим, как будет идти следствие. Посмотрим, к чему придет расследование. Что касается политической карьеры, я не думаю, что ему удастся участвовать в этих выборах. Я не думаю, что Оксана Дмитриева, которая только что постаняла по всему городу в газету, где называла на тяга одним из тех депутатов, на которых она будет опираться во время избирательной кампании, кто будет у нее в команде, будет сейчас его выдвигать. Полагаю, что это не произойдет. А по какой причине вопрос? Просто не захочет связываться или сдаст своего? Оксана Геннадьевна человек предельно прагматичный. Я думаю, что прагматические соображения придут ее к тому, чтобы не выдвигать его на выборы. Хотя, конечно, если бы существовала политическая и корпоративная солидарность, она бы первая заявила, что мы верим в том, что он ничего не совершал, и, конечно же, мы выдавим его в депутаты. Но что-то мне подсказывает, что, наверное, это не произойдет, поскольку это крайне негативно самоскажется на их избирательной кампании. Я повторяю, слава богу, что называется, что к нам он давно уже не имеет отношения, и мы в данном случае за него не отвечаем, хотя я никого ни в чем не обвиняю. Вы говорите, что действительно пока с этим делом ничего не ясно, но тем не менее Максим Резник, коллега, тоже депутата Натяга, говорил о неком списке Резника, в котором... Ну это просто ерунда, на мой взгляд, это какой-то такой очень неумелый вброс или слив. Почему ерунда? Слушайте, ну кто-нибудь наш слушатели верит, что наши спецслужбы работают именно так. Они подбегают на улицу, суют в карман флешку, говорят, знаете, вот тут еще полтора десятка депутатов, которых мы разрабатываем, только обязательно, пожалуйста, придайте огласке эту информацию. Вот, я не верю. У меня, может быть, небольшой совсем опыт общения со спецслужбами, но я большой жизненный опыт, поэтому я в это не верю категорически. Спецслужбы так не работают. Я знаю, конечно, что все депутаты, особенно оппозиционные, у нас под прицелом определенных, у нас вообще вся страна делится на тех, кто разрабатывает и кого разрабатывает. А Натя, Крезник, Галкина, это оппозиционные депутаты, на ваш взгляд? Что, прошу прощения? Натя, Крезник, Галкина, это оппозиционные депутаты, они считают, ну, на ваш взгляд? По вопросам у людей бывает саморазная позиция. По большинству вопросов они занимают позицию оппозиционную. Благодарю, я не буду оценивать коллег с точки зрения их депутатской деятельности. Кстати, в этом так называемом списке депутаты из партии власти тоже присутствуют. В том числе и поэтому я совершенно верю, что этот список должен существовать на самом деле. Нитешин, вот глава воина, также упоминал эту фамилию депутата Нитешина. Нитешин сказал, что это ложь. И я так понимаю, что... Насколько я знаю, Сергей Николаевич обсуждает с адвокатами вопрос об обращении в суд с иском о клевете. И действительно его обвинили в уголовном преступлении, в получении взятки. И посмотрим, будет ли это сделано. У меня, кстати, вообще является очень странным тот факт, что господин Глушин, который на всех углах рассказывает, как он всем давал взятки, при этом почему-то не по соседству с натягом. Видели социальную рекламу в городе «одна взятка, два преступника». Так что, у нас что-то отменял уголовное ответственность за взятки? Большой вопрос. Может быть, история эта только начинается, и мы будем за ней наблюдать. У нас сегодня Борис Вишневский в программе «Особое мнение», депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Спасибо. Спасибо. Особое мнение